Отличная доля Смешная потеря На замок закрытые двери Не все, кто годами считались друзьями Останутся с нами последние сборы Предрассветные разговоры На картах, изметах и линии узоры Горячие споры Нескоро увидимся снова Впереди морские просторы Спины дельфинов, штормы, штили нож Сложный рай Не обыль, а вернется победой Из-за ста морей приеду Берег родной не скучай, не забывай Где чужие созвездия, мое лицо никому не известно И можно оставить снять разных масок Крикливые стаи Плачут детские сказки На страничках вытертых краски Переплет на коленках Потрепанный дом, перевязанный лентой Нескоро увидимся снова Впереди морские просторы Спины дельфинов, штормы, штили нож Сложный рай Не обыль, а вернется победой Из-за ста морей приеду Берег родной не скучай, не забывай Нескоро увидимся снова Впереди морские просторы Спины дельфинов, штормы Штормы electricity Нескоро увидимся снова Из-за ста морей приеду Берег родной не скучай, не забывай Впереди морские просторы Спины дельфrias Переплет на коленках Плазument Родной, не случайно. Браво! Спасибо! Друзья, вот так должно начинаться настоящее, доброе и, конечно же, оранжевое утро. Всем привет! Привет, друзья! С нами группа «Проверена» и по имену сейчас со всеми познакомимся. Рита Мошкина, Евгений Барсуков и Дмитрий Костешов вместе. Как я уже сказал, эта группа «Проверена». Давайте с каждым лично тебе знакомиться, кто чем занимается в группе. Рита, чем вы занимаетесь? Это не вся группа «Проверена». У нас есть еще бас-гитарист, у нас есть еще клавишник и звукорежиссер. Тогда привет им, привет, привет! Привет, привет! Чем мы занимаемся? Я пишу песни и пою их. И фронт-вумен, да, скажем так? Ну, мы все фронт, все на самом... Но не все вумен. На самом фронте мы немногие вумен, только я. Но поете только вы, да? Да. И Евгений Барсуков. Мы уже догадались, что вы с гитарой связаны. А еще я в кулуарах слышала, что вы продюсер. Ну, это так, да. Я еще и аранжировки делаю, и музыкальный продюсер. Крести к вам еще вышиваются. И Дмитрий Костешов. Барабанщик. Барабанщик. Я вот впервые вижу, чтобы барабанщик сидел на своем барабане. Это правда? Это скворечник. То есть, а, то есть на скворечнике можно сидеть? Правда, расскажите про этот инструмент. Китту выгнали. Я первый раз его увидела. Он уже давно пользуется популярностью, наверное. Китта ипотеку не платила. Сейчас такой инструмент пользуется прям популярностью. Это называется кахон. В переводе с перуанского просто ящик. Я же сказал скворечник. Когда-то это был просто ящик для перевозки фруктов. И его начали использовать. И, собственно, вот он так вошел в обиход музыкальный. То есть, вы можете как на барабанах на обычных играть, так и на... Ну, вообще, да. Вообще, основной инструмент, да. Всем привычные барабаны, барабаны, установка. А это такой мобильный вариант для того, чтобы можно было в акустическом формате поиграть. Это хендмейт? Сами сделали? Это мой товарищ сделал, да. Судя хендмейт. Итак, у нас в гостях группа проверена, друзья, проверена чем? Как я уже... Я в свои догадки, да, я представляю уже все, надоели вам. Но мы догадывались со Стасом, проверено, наверное, временем, проверено, наверное, опытом. Чем проверено, что проверено? Ну, слушайте, историю эту я расскажу. Итак, можно приготовиться, да? Вы запросились попкорна. И тысячи раз, да? Мы готовы. Мы не торопимся. У нас было два человека в группе, это была я и Луиза Мамаева. Луиза, привет! Значит, флейтистка. И вот у нас уже песен было какое-то количество, едем мы как-то в троллейбусе. И она говорит, надо какое-то название тупое придумать для группы. Потому что, ну, мы панк-рок тогда предполагали, что будем играть. Да, флейта, акустика, панк-рок, да, все очень необычно. Ну, что за тупое название? А тупое название должно было быть обязательно. Например, вот Чайф. Ну, чем вот, ну, что за название? О чем это вообще, да? И вот мы, как бы вдохновившись названием этой группы, ехали в троллейбусе. И вдруг кондуктор... И, в общем, кондуктор чего-то там ходила по салону и говорит, проверено. Мы такие, о, точно! Серьезно? Честно, пионерно. Незнакомая тетенька, кондуктор, сама не зная того, дала название вашему коллективу. Даже не помнится в троллейбусе или в трамвае. В каком-то транспортном средстве, да? Слушайте, ну, красиво это название, она занята, звучит, проверено. Да. И уже и не панк, да, но название так и осталось. Ну, потому что прекрасное название. Сколько лет группе проверено? И с какого момента вообще можно считать? Вот с того момента того поездки на трамвае и троллейбусе или как вот вы считаете? Летоисчисление группы. У меня есть несколько этапов вот в жизни группы. Первый этап, это, да, такой акустический состав. У нас был Вова Филь. Вова, привет! Он играл на бас-гитаре. Вот, а потом, ну, вот это был такой этап. Мы играли втроем. Я играла на гитаре, пела, Луиза играла на флейте. Вова Филь играл на бас-гитаре. Получалось плохо, но весело. И в таком составе группа существовала, наверное, полгода. Потом мы обросли уже взрослыми музыкантами, которые умели играть на барабанах, на взрослых инструментах. Вон у Жеки целых две гитары дома взрослых есть. Я остальные не видел. Там еще четыре лежит, но я их не видел. Меня эти две впечатляют. Вот. И это вот второй этап. И третий этап, это когда мы взяли себе ненастоящего музыканта, на котором сейчас все держится. Это такая коробочка, она звуки сдаёт на сцене, плейбэк называется. Да, он над нами этот... Руководитель группы, да? Я хотела сказать, что он диктатор, да. Ну, в общем-то, вот как бы три этапа, поэтому так. Я все равно так и не понял, сколько лет вы тут думали. Много, много. Держись, да? 20, 30, 40. Прометность зима, сколько тоже было, да? Да. Так уже 20 с лишним. Ребят, поздравляем. Между прочим, вам можно юбилей скоро. 25 лет скорого с юбилей. О, здорово. Вот мы и придумали. Да, да, да. И вы нас в гости завистили. Начинали вы как панки, да? Вот так. И вот сейчас... Вообще, какой у вас стиль, да? Я вот слушаю вас, я не могу понять. Еще, кстати, хочу сделать вам комплимент. Давайте. А вы... Мне кажется, вам можно писать треки в сериалы. У вас такой стиль. Спасибо. Я бы смотрела потом этот сериал. Я не задумывался о нас. У вас... Заметьте на заметку, да? Да, да, да. В каком стиле вы работаете играть? А мы стараемся ярлыков не вешать. Вот у нас получается в каком-то стиле песни. Мы ее делаем в таком стиле. Это уже задача критиков. Да, определить, значит, ограничить. Вот поэтому мы... Но каверы вы не перепеваете? Нет, каверы мы не перепеваем. Перепеваем? Ну, это очень редко... А Рита перепевает? А я перепеваю. Есть просто песни, которые так сильно западают в душу, что их невозможно не петь. Ну, мы это намеренно не делаем. Да. А как бы так по случаю, как выскочила, да, можно. Да. Вот, например, очень я люблю Аллу Борисовну Пугачеву. Прямо обожаю. Древнюю, в смысле. Да, да, раннюю. Современно раннюю. Да, почему не древнюю. Раннюю, древнюю, Евгения. Про женщину нельзя такое говорить, а то она тебя стукнет. И, собственно, так. Группа Гарбич, вот, люблю очень. Опять же, раннюю. Ну, вот так. Перепеваем. Ну, скажите, а бывало такое, например, ну, хулиганство музыкальное, да? Там услышали вообще какую-нибудь абсолютную попсу? Дай-ка мы эту песню попробуем в своем стиле. Ну, вот на раннем этапе, когда мы втроем были в акустическом... То есть, там, «Ласковый май», например, взяли. Да, Алену Апину мы пели, да. Сейчас подробнее об этом поговорим сразу после небольшой паузы. Впереди у нас новости, прогноз погоды и звездный прогноз. Не переключайтесь. Растворяюсь в тишине, музыка ветра снова звучит во мне. Мне ярких красок зимой взять, где бы не я мечтаю о небе, мечтаю о небе. Головой в облаках и по коленах в пене морской летит со мной. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих и моих щеках, в моих ладонях. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих и моих щеках, в твоих ладонях. Светное лето в руках, над головой держу, меня покинул страх. И ничего нет прекрасней на свете, я зову ветер, я зову ветер. Головой в облаках и по коленах в пене морской летит со мной. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих и моих щеках, в моих ладонях. Головой в облаках и по коленах в пене морской летит со мной. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих и моих щеках, в твоих ладонях. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих и моих щеках, в твоих ладонях. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих ладонях. Туда, где ветер наяву и во снах, на твоих ладонях. Молодцы, ребята! Спасибо. У нас в гостях по-прежнему группа «Проверена», которая с утра нас будет при помощи своего таланта. Мы до этой песни с вами, до перерыва еще заговорили про перепевки «Попсы». Да, да. Там Алена Апина говорили, все. Кто это? Все-таки Буланова мы сейчас выяснили во время прогноза погоды «Ясный мой свет». То есть это был прям рок-вариант, там, «Ясный мой свет». Да-да-да, вот так было, да-да. Но сейчас вы так не экспериментируете, не было мыслей, например, записать альбом, полностью состоящий вот из какой-то обработок, да, рок-обработок какой-то там… Ну, у нас своих песен хватает. Сколько, кстати, сколько альбомов? Ну, официально выпущенных четыре, а сейчас как бы так, в общем, тенденция такая в музыке, что люди перестали выпускать альбомы, выпускаются синглы. Люди перестали музыку альбомами слушать, поэтому мы, в общем-то, следуя тенденции, тоже выпускаем синглы. А, кстати, вот, а кто ваша публика? Кто ваш зритель? Кто вы, зрители? Кто вы, скажите, кто вы? Это люди. Ну, средний вот такой. Ну, да, какой контингент? Больше молодежи, больше взрослых. Наверное, совсем молодежи, наверное, мы уже не для них. Но мы на концертах все больше замечаем людей таких уже зрелых. То есть ваша публика, давай так, взрослее. У кого отзывается в душе ваше творчество, да? Да и разные есть. А и дети, дети с детьми ходят, у нас просто какие-то детские сады. Это же здорово. Это прекрасно, нас вообще все устраивает. Где вы выступаете чаще всего? Какие ваши площадки? Ну, это мало ли, если кто-то, вот, как я, новенькая в городе, например, и мне интересно с вами познакомиться. В городе не так много площадок таких среднего размера. Это в основном клубы, там, бродячая собака. Открой рот-бар Агарта. Ну, такие не очень большие площадки. А вам самим больше нравится выступать на каких-то, на больших, открытых, там, какие-то или все-таки... Ну, обычно в летний период бывают опен-эйры, на которых мы постоянно... На которых нам нравится выступать. Да. Это как бы большие площадки. И там как раз-таки на опен-эйрах, кстати, ваша публика, мне кажется, в большинстве, да? Нет, там вот как раз разные люди, некоторые... Случайные. ...останавливаются, начинают слушать, потом вот, ну, знакомятся с нами, приходят на уже потом на маленькие концерты. Дело в том, что опен-эйры, это очень здорово, это классно, там идет такой обмен энергии с людьми. Но там ведь не споешь всего, что хочется спеть. Вот у нас есть всякие грустные, есть злые песни, мы очень их любим, но их не споешь на опен-эйрах, поэтому приходится петь их в клубах. Ну, для вас это... Что для вас это? Вот группа проверенная, это все-таки любимое дело, работа, способ заработать. И может, это же привычка, кто-то... Что, Димка, для тебя группа проверенная? Группа проверенная? Да. Дима, сколько вы в группе? Мы так и не поняли, да, со Стасом, вы то, сколько в группе? Мы сами не понимаем. Хороший вопрос. Я, на самом деле, получается, самый молодой участник группы. Ну, в смысле, по стажу сколько. Но группу я помню, собственно, с основания, потому что, когда ребята играли, я в это время был в ту сторону, как раз на опен-эйрах. Ну, не только на опен-эйрах, в клубы приходил специально. То есть мы, собственно, дружим-то очень давно. И для меня это такая, ну, это часть, прям, истории, наверное, так скажем. Рит, что для вас является вдохновением для написания песен? То есть вы автор всех песен и слов, и музыки, да? Да. Что для вас вдохновляет? Как это? За сколько возникает песня? Села, раз написала, другую, там, месяц мучилась. Да. Вот хорошо поговорили с Олтой. Спасибо, Рита. Группа проверено рассказала все секреты своего творчества. Вдохновение приходит не по заказу. И для того, чтобы песни писались, очень хорошо подходит состояние скуки, когда скучно и грустно. Когда вот есть некое... В режиме самоизоляции идеальное время. Когда есть некое напряжение, оно должно находить выход. И есть люди, которые находят выход, например, ну, в скандалах. Есть люди, которые находят выход в физических нагрузках. А, ну, у нас такой выход. В творчестве. То есть, по сути, да, это результат напряжения некого. Касаемо музыкального образования. Вы профессиональные все музыканты? Он профессиональный. Вот человек, который танцевал, и через танец пришел. А выясни секрет, кто вот, вы кто по образованию? Ну, вот мы начнем как раз-таки из-за древних, да. Дмитрий, да? У меня первое образование архитектор, а второе музыкальное. Ну, я не закончил музыкальное, не дошел до конца. В плане, корочки у меня нет, но при этом я занимаюсь профессиональной музыкой. То есть, я занимаюсь только музыкой. У меня какой-то другой действующей профессии нет. Угу. Ирина? Ну, я изучала нотную грамоту в церковном хоре, где я пела все свое детство, большую часть еще вот уже сознательного возраста. Это был очень интересный опыт. И это красиво. Я до сих пор люблю распевы Калинникова, например. Очень мне нравится. Вот. А занимаюсь я, на жизнь я себе зарабатываю психологией. Психологией. Вы психолог? Телесно-ориентированного направления, да. Сексология, опять же. Тоже что-то телесно-ориентированное, да. Ну, еще у меня есть хобби, это спорт. Я занимаюсь тэквондо. У меня первый дан, второй дан, черный пояс, второй дан, да. Ничего себе, вы сейчас нас удивили. Ну, а, про музыкальное образование? Ну, у меня музыкальная школа есть по классу гитары. Ну, и хватит. Я самый девочек, да. Ну, отлично. По образованию я инженер аудиовизуальной техники, звукоинженер. Вот, друзья, такая она группа проверенная, разная, интересная и талантливая. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Надеюсь, на скорую встречу. И я.